Третий раунд 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 Да, что загадят все дворы. Но я полностью согласен со Стасом Белковским, что было бы прекрасно. И мы это поддерживаем. Я прямо к патриотам обращаюсь. 26-го, 14, Болотная площадь. Это 26-го. Я говорю про 5-е, 6-е, 7-е. После этих так называемых выборов, я считаю, что если бы мы все объединились и вывели 15-20 тысяч людей на улицы Москвы, возмущенных этим фарсом, в который превращена наша политическая система, это было бы очень правильно. А почему нельзя сделать это до выборов? Сейчас нет смысла, потому что они же говорят, что еще ничего не предрешено. Мы-то говорим, что это уже фарсы фальсификации. А Сергей еще две недели будет верить. Это значит, что все предрешено? Сергей Александрович сказал, что вот те 4% про кремлевское движение, вот это на улице, значит, власть за ними. Сергей идет, выступает и борется за проценты, борется за избирателей, для которых еще не все решено. А нам уже ясно, нам с этими выборами все ясно. Поэтому в этом разница позиция. У него еще две недели на веру. Да, будем агитировать. А меня уже, а я уже и так все. То есть вопросы реплики из-за, уже неоднократно упоминавшаяся, партия права и делает. Нагомон, к нам же Сладислав Назимович, пожалуйста. Спасибо большое. Я хотел бы вернуться к теме сегодняшнего обсуждения. Мы говорили о Советском Союзе, о евразийской интеграции, о целостности России. Мне хотелось бы задать Сергею Александровичу один простой вопрос. За последние годы самый такой пик патриотизма Российской Федерации наблюдался время пятидневной войны 2008 года с Грузией. Вы знаете, мы получили две независимые государства, на которые Россия тратит достаточно много денег, которые не имеют никаких шансов к самостоятельному развитию. Мы получаем очень большое количество проблем на международной арене в этой связи. Зачем это было нужно и что вы думаете об этих двух так называемых государствах и их перспективах? В контексте Советского Союза, постсоветского хозяйства. Буду экономить время и скажу. То, что произошло, да, видимо, должно было рано или поздно произойти. То, что наши военнослужащие были там и принудили к миру, это правильно. А то, что касается дальнейшей ситуации, это неправильно. Есть закон, по которому мы можем принять в состав Российской Федерации новые субъекты. Принят он был вот стоящими здесь достопочтенными или нет депутатами того периода времени. Есть правовой механизм. Пожалуйста, провели референдум, обратились, вошли в состав Единой могучей России, как это было сделано в 1848 году, абхазскими кинезьями, да. Пусть сейчас это продемонстрируют. Я тоже согласен с тем, что нам не надо вот здесь затягивать решение этого вопроса. И какой-то длительный период будут какие-то неприсоединившиеся там государства. Пишите заявление в состав России, спрашивайте народ и приходите в нашу страну, как жили когда-то во времена СССР. Да, закон позволяет России. Желательно давать что-нибудь, Владимир? Да, я вот абсолютно не согласен. Потому что Россия имела право вместе с ОБСЕ и с Европейским Союзом остановить там войну. Но признание Абхазии и Южной Осетии, я считаю, глупостью и ошибкой. Потому что кроме нас, кого там еще, Науру и Никарагуа, никто их не признал. Они сейчас люди третьего сорта. У них нет нормальных паспортов. Они мучаются ужасно. И в итоге мы их... Российские, наверное. Да, они неполноценные. В том-то и дело, что они неполноценные. Там сложная схема с нашими заграничными паспортами. То есть они не могут спокойно с ними ездить, как мы, например. Там все гораздо хуже обстоит. Поэтому мы их загнали в тупик. Загнали в тупик свои отношения с Грузией. И никаких проблем мы абсолютно там не решили. Поэтому мы имели право остановить войну, но признание было ошибкой. Я считаю, что сами Абхазы еще много лет будут страдать. Южные Осетины будут много лет страдать. Россия, Грузия. Всем стало хуже от этого признания. Конечно, им надо вступать в Россию. Это невозможно по международным договорам. Ну как невозможно? Ну так, потому что Россия... Ну проводите референдум. Мы приняли специальный закон, по которому мы можем принять свой состав нового субъекта. Да это только усугубит ситуацию. Этот субъект ничего это не усугубит. Это приведет к полномасштабному международному кризису и изоляции России. Мы не можем эти народы бросить. Малые народы мы не можем бросить. Иначе опять перережут, как это было 200 лет назад. Бросать никого не надо. Мы авантюры внешнеполитических организаций. Ну какие авантюры? Признание уже было авантюрой, а попытка еще включить состав России... Ну я мог только согласиться с одним, что надо было сразу провести референдум. И решить вопрос о вступлении в Россию. Как хотят эти люди? Не надо делать этих двух-трехходовок. Мы теряем время и средства, которые выделяем отчасти туда, которые надо лучше контролировать. Но то, что они придут в Россию... Мы у себя-то в России ничего не контролируем. Ничего будем контролировать. Мы, кстати, заведение госпортконтроля на многопартийной основе. О чем много раз уже стали говорить. Можно задать свой вопрос. Кто будет спрашивать? Катя. Екатерина Нагурова. Да, спасибо. Очень хорошо, что вы, наконец, уважаемые политики, вернулись, во-первых, в Россию, во-вторых, в период выборов, да, из 50-х, из прошлого века и так далее. Ответьте, пожалуйста, вот на какой вопрос с этим. Почему же мы ни в рядах парнаса, ни в рядах патриотов России до сих пор не видим действительно популярной фигуры, которая возникла в последние годы и которая смогла, ну, в какой-то степени объединить, аккумулировать, скажем так, вокруг себя довольно большое количество сторонников. Я говорю об Алексее Навальном. Расскажите, пожалуйста, о вашем к нему отношении. Почему же вы, например, вот с ним не хотите объединиться или вокруг? Ну, я отвечу, Катя, очень коротко. Пока опросы не фиксируют, что Алексей Навальный среди 142 миллионов избирателей более популярная фигура, чем, допустим, ваш покорный слуга. Да, он популярен в интернете, но это пока не переплеснулось в широкие народные массы. Что касается, почему он не в парнасе, мы предлагали, он отказался. Очень простой ответ. Не знаю, вели ли с ним переговоры по приводкам. Я вообще не знаю, мне непонятен предмет обсуждения. Если это не публичный политик, он только в интернете, да? Вы же сами говорили, идти в интернет, читать про вашу партию. Я говорю, если он только, я сказал. То есть про вашу партию в интернете читать, а про Навального не читать. Так Владимир пойдет, чтобы его еще дубинкой огрели где-нибудь, тогда у него будет больше популярности. Может, он станет единым лидером страны, но я думаю, что он никуда не пойдет. То есть популярность у нас зарабатывает. А как вы хотите, да? А как вы хотите? Вот их проблемы в чем сейчас состоят? У вас такая популярность. Они были, да, они были, попробовали. Народу это не понравилось. Они еще раз хотят прийти, а люди говорят, а зачем вы еще раз приходите? Вы уже там были. Так и здесь, да, если он где-то что-то ходит, да, ну объявись, приди, покажись, да. В партии приди, да. Скажи, я такой хороший. А вы с интернетом... За мной миллионы, за мной миллионы. Патриотов в России с интернетом не очень дружите, я так понимаю. С интернетом, да, кто-то дружит. Нет, вы конкретно. Ваши страницы в фейсбуке ноль лайков. Мы знаем, что этот человек есть, да, иногда такие вопросы задают. Покажите этого публичного политика, пусть он придет. Сергей Александрович не произвел это впечатление. Давайте, если у вас может дать. Вы просто, может быть, не расслышали, действительно, нам только что сказали, что на странице в фейсбуке, в интернете, в вашей партии, к сожалению, ноль... Я тоже говорю нам, да, и самим... Как Навальный не видит в вашей партии, так и вы не видите Навального. Да, прибавить в работе, да, в интернете. Я с этим согласен. Да, не представьтесь. Здравствуйте. Иноземница Никита, тоже избиратель. Значит, я хотел бы задать вопрос представителям партии Патриот России. Дело в том, что вот как раз речь шла о популярности партии Патриот России. Она, согласитесь, не очень велика. Пока пятая, да. Ну, о ней мало кто в России знает, я так полагаю. И лично я знаю ее только по участию в выборах. Четыре года назад я видел представителей партии Патриот России в дебатах. И вот сейчас вот имею возможность их видеть также. Вопрос следующий. А вот в чем заключается ваша повседневная работа как партии? Зазываете ли вы какие-либо митинги, демонстрации по каким-то поводам? Вы выдвигаете ли вы какие-либо лозунги, актуальные на этих митингах? Ну, кроме митинга, которые вы собираетесь вместе с другими партиями организовать. И вопрос Владимира Рыжкова тоже у меня есть. По поводу тоже поведения на выборах. Вы призываете портить бюллетени, призываете стоять крест на всех бюллетенях. И говорите, что количество этих бюллетеней будет как раз учтено в протоколах. Но дальше же цифра не пойдет, дальше тика, насколько я представляю, она не пойдет. Мы не сможем увидеть, сколько действительно людей по всей стране, в масштабах страны, проголосовало против власти. И с моей точки зрения было бы логично голосовать за другую оппозиционную партию, которая имеет шанс пройти в выборах в парламент. Никита, конечно, не простой избиратель, а продвинутый избиратель. Это совершенно очевидно. Это прекрасно. Это прекрасно, да. Никита, партия парламентского типа живет от выборов до выборов, это давно известно. Но между выборами есть обычная, рутинная партийная работа. Здесь, вот в этой программе «Курс на страну номер один» мы говорим о 500 простых дел, которые сделаны, о которых можно узнать. Да, малые дела не очень заметны. Мы говорим с тобой и со стороной о том, что у нас есть фракции, законодательных органов власти, в Дагестане, в других субъектах Российской Федерации. За это надо еще побороться. Партия, конечно, то, о чем говорит Владимир, да. Пойди просто так, да. Тебя там приняли и ты вышел где-то, начал выступать на телевидении. Все же ясно и понятно. Поэтому мы живем, как живем, стараемся, работаем. Еще раз хочу сказать, нет государственного финансирования. Четыре партии взяли на себя все. Они сегодня и на госфинансирование, они сегодня и в Государственной Думе, да. Они могут содержать аппарат. Вам, народу говорю, да, что у одних 960 миллионов в год на содержание аппарата, у других, которые плачутся 160, у третьих 130, да. У нас ноль. Мы живем на свои деньги. Поэтому работать очень тяжело. И вас, Никита, зовем в партию, да. Никита-то хочет на митинги ходить. Пожалуйста, приходи, да. А у вас? Приходи. И 26-го, и в другие дни. И в другие дни. На болотно. 27-го, 28-го, 29-го. И до 4-го. Значит, Никита, мы сейчас, Парнас, хоть и не зарегистрированная партия, мы сейчас ведем две компании очень конкретных. Одна компания называется Парнас антикоррупция, в рамках которой мы издали тираж Путин-коррупция, где рассказываем о реальном воровстве в окружении Путина, тиражом более полумиллиона экземпляров и бесплатно раздаем людям. Потому что, как показала жизнь, Сергей думает, что все знают про кооператив «Озеро». На самом деле знают очень немного. И когда мы в провинции раздаем, это очень сильно меняет представление людей о происходящем. И вот те минус 7% еженедельно за партию воров и журиков, я думаю, в том числе это наша работа. И вторая вещь, которую мы сейчас конкретно ведем, это компания «Поставь крест на воровской власти», потому что по закону выборы признаются недействительными, если против всех голосует 40%. Понятно, что цифру 40% мы не достигнем. Нас просто не хватает на это сил и средств. Но я хочу напомнить, что бархатная революция в той же ГДР в 90-м году началась тогда, когда на местных выборах народ в массовом порядке стал голосовать против СЕПГ, правящей партии, и ее сателлитов. Поэтому для тех людей, которые не принимают эту систему лжи, для тех людей, которым не за кого голосовать, им что остается делать? Я против того, чтобы люди не ходили. Надо идти. И надо голосовать против всех. Либо за одну из партий. Но за одну из партий, видите, в чем опасность? Вы можете поддержать псевдо-оппозицию, которая потом 4 года опять будет молчать и голосовать за то, что предлагает Путин. Дайте нам свои голоса, мы вас не подведем. Вот, видите? Приходите вместе. Кто-то верит, а я не очень в это. И проблема заключается в том, что если вы отдаете голос фальшивой оппозиции, то вы всю систему поддерживаете. Вы даете ей легитимность на следующие 5 лет. В этом проблема. Поэтому наша позиция... Вот так говорят люди, которые были во власти долго. Сергей, я помню, вы тоже в 90-е годы не вагоны разгружали. Здесь есть еще вопрос в студии. И, насколько я знаю, в газете РУ тоже. У нас осталось не так много времени. Здравствуйте, Екатерина Кузнецова. У меня очень короткий вопрос. Скажите, пожалуйста, Сергей Александрович, вам, если ваша партия придет к власти, поднимете ли вы два вопроса? Во-первых, осуждение сталинизма. Лично для меня это принципиальный вопрос. Именно поэтому я никогда больше не буду голосовать за коммунистов, признаваясь, что я когда-то от отчаяния сказала, за них проголосовала. И второй вопрос – это вопрос о люстрации. То есть о запрете занятия должностей бывшими офицерами службы безопасности. Пока Сергей думает, я отвечу на оба вопроса – да. Хорошо, да. Я отвечу по-другому. Через несколько дней мы будем отмечать 70 лет разгрома немецко-фашистских войск под Москвой. Поэтому, когда говорят, да, и участвуют в активной этой сталинской кампании, это участвуют в кампании против страны. Я, например, могу говорить, что там есть черное, белое, да. Но если бы Сталин уехал из Москвы, непонятно, чем бы все это еще закончилось. Ответа нету вам. Поэтому иногда, иногда и даже очень часто хочется сказать, вот, Сталина на вас нет. На некоторых, да. Когда мы говорили в Государственной Доме, покажи, пожалуйста, вот там некоторые есть фотографии потом. Сталина на вас нет, когда мы видим, что творят отдельные личности в нашей стране. Он бы быстро, да, привел бы этих людей в порядок. Мы говорили в свое время и добивались отставки Зурабова и Грефа, да. Сталина на них нет. Один устроил монетизацию, да, а другой это все планировал. И мы еще к этим темам вернемся. Что касается люстрации, я знаю одну люстрацию, партийную люстрацию, которую хотели в 90-м году провести. Когда актив, да, генеральные и прочие секретари Компартии СССР, тогда Коммунистической партии Советского Союза, вот, Варов предлагал это сделать, чтобы больше не имели права на работу. Это не сделали, да, и вряд ли кто что-либо будет дальше предлагать. Не в традициях, да, нашей страны. А партийные чистки по миллиону человек изгнать было бы неплохо. Сейчас в Единой России миллион человек. Проведите партийную чистку. Очиститесь, может быть, действительно станет нормальной партией. Я им советую. Расстрелять? Я им два года. Зачем расстрелять? Исключите из партии, снимите с должности, как раньше. Я когда слышу, что люди, которые защищают человека, загубившего 30 миллионов человек, называют себя патриотами России, я всегда задаю вопрос, чего у людей в голове? Человек загубил 30 миллионов своих сограждан. Больше, чем Гитлер, намного. И страну спас. И люди, да народ спас, а не Сталин. И народ спас. И Сталин, да. Обескровленный. За Родину, за Сталина, за победу. Не надо упрощаться. Я думаю, что вы думаете, что можно было бы переключить голосование. Не надо все упрощаться. Люди, которые людоеды называют, защищают, называют себя под кратами России. У нас две минуты до конца. Нам нужно дать слово газете РУ. По итогу и проголосовать газету РУ, пожалуйста, еще кратко, если можно, краткие ответы. Сергей Владимир, короткий вопрос к вам обоим. Нас и наших читателей интересует вот какая вещь. А что происходит с политиками, когда их надолго выбрасывают из реальной политики? Их профессиональные навыки хереют или наоборот открываются новые качества? И не связано ли с потерей профессиональных качеств в недавней ситуации, когда Сергей Александрович Глотов в эфире Центрального телевидения во время дебатов забыл номер своей партии в избирательном бюллетене? Спасибо. Как? Спасибо тебе. Устал, устал. Я настолько увлекся беседой с Владимиром Вольфовичем, что поменялся с ним номерами. Вы помните этот сюжет, да. Когда за номер два, а он говорит за номер три. Ну это же прекрасно. Мы договорились уже с Владимиром Вольфовичем, как с яблоком. 5 декабря собирается парламентская коалиция в Государственной Думе. Приглашаем газету РУ на наше первое заседание. Спасибо, да, что вы подняли этот вопрос. Что касается навыков. Навыки надо все время поддерживать. Поэтому и он, и я, профессор в вузах работаем, да. Поддержим, как можем, эти навыки. Конечно, лучше в Думе их все время воспроизводить. Спасибо, Владимир, краткая реплика от вас, да. Как вам эти годы? Да, вы знаете, я вот по думскому буфету, Роман, совсем не скучаю. Я когда туда иногда захожу, в Государственную Думу, у меня все раз выворачивается. Потому что я там 14 лет отработал, никакой ностальгии не испытываю. Что касается, как политик, я думаю, что полезно иногда оказаться вне стен парламента. И вот просто с людьми быть ближе. Так что, наоборот, считаю, это только на пользу. Станислав Белковский, политолог, передаем ему слово. И после этого голосуем, продолжаем голосовать на сайте tvrain.ru и газета.ru. И будем голосовать в зале прямо сейчас, но пока Станислав Белковский. Как вам все это понравилось, Станислав? Дебаты достигли хорошего, живого уровня. Пожалуй, сегодня впервые за всю историю программы «За кого?», если я не путаю ее название. Хотя участники дебатов допустили несколько досадных ошибок, недостойных уровня профессиональных политиков. Например, Владимир Рыжков забыл, что Абхазия и Южная Осетия признаны еще государством Вануату Тихоокеанским. Которое в 2008 году было признано первым по рейтингу счастья в мире. Уже одно это открывает для Абхазии и Южной Осетии совершенно новые драматические возможности. Также Владимир Рыжков заявил, что системная оппозиция будет поддерживать Единую Россию все 4 года. Забыв о том, что срок полномочий новой государства, думаю, 5 лет. И тем самым непонятно, что же системная оппозиция по версии Рыжкова будет делать на 5-й год. Может быть, все развалится, к счастью. Или к сожалению. Кроме того, хотя никто из нас троих с господами Рыжковым и Глотовым не является профессором математики. Я все-таки хотел бы напомнить, что 4% жителей Москвы, то есть тот самый коэффициент Белковского, это примерно 500 тысяч человек. И 30 тысяч нашистов тут уж совершенно точно против них не попрут. Разве что можно запустить отдельно комиссара Марию Кислицыну. Всякий, кто, как я, хоть раз видел ее в жизни, знает, что она способна распугать любую толпу одним своим внешним видом. Но, впрочем, я думаю, что полемика Владимира Рыжкова и Сергея Глотова была полезна уже потому, что еще раз показала. Вопрос о легитимности, а не результатах выборов ключевой. Поэтому я призываю еще раз подумать всех, и участников сегодняшней дискуссии, и гостей, каждый из которых представляет 10 миллионов россиян без малого, о концепции общероссийского народного тыла. Единственная альтернатива общероссийскому народному фронту. 4 декабря морозный день. В России, как говорит господин Анищенко, существует угроза пандемии гриппа, системной волчанки и других политических заболеваний. И поэтому, может быть, лучше собраться с мыслями и проигнорировать эти выборы, не давая тем самым в Государственной Думе следующего созыва ни одного шанса на легитимность. Спасибо Станиславу Белковскому. Надеюсь, он будет ходить к нам на каждый эфир. Зрители будут в восторге. Участники дебатов тоже. А Станислав запомнит точно название программы «За кого?» И не будет сомневаться, правильно ли он его произносит. Давайте сейчас выведем на экран результаты голосования зрительского предварительного, как голосовали люди на нашем сайте. И мне подсказывают, что да, Сергей Глотов 42%, Владимир Рыжков 58%. Ну, поздравляем. Задача программы нашей заключается в том, чтобы ближе к выборам 4 декабря показать нашим зрителям, какой была бы Государственная Дума, если бы туда имели возможность баллотироваться все. Сейчас мы посмотрим, как голосует студия. Вам раздали портреты наших участников перед началом этой программы. Если есть желание проголосовать против всех, вы это можете сделать, подняв пустой лист. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Шесть за Рыжкова. Отделайте всех. Таня, что у тебя? Есть и Глотов один против всех. О, ну да. Боюсь, Сергей Александрович в плане... Таня, Таня за кого вопрос? Таня ведущая, это спрашивает меня в аппаратной. И она потом нам после уже эфира расскажет, за кого Таня, кто ее убедил больше из наших участников. Ну, Сергей Александрович, вот так. Ну, что народ, как говорил Борис Николаевич, правильно, да? Работать надо, да, не просто поднимать, а на выборы ходить. Приглашаю, да, вас на выборы. А меня это убедило, что если бы нас зарегистрировали, Паранас бы всех порвал. Спасибо. Спасибо. Все за номер три, да. Спасибо. 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 Спасибо.